вот то есть все все проверяйте и теперь я это будет больше интерактивное такое мое вещание да я буду вам оставлять картинки и мы разберем речевые клише которые вы можете использовать при написании итогового сочинения также некоторые вам пригодятся для написания сочинений егэ поехали значит клише для вступления и для оформления тезиса смотрите передо мной тема сочинения и вы переписываете тему которая заинтересовала меня тем что и вы пишете чем вас эта тема заинтересовала дальше могу предположить что и сразу же формулируете тезис и позволю себе высказать свою точку зрения наиболее выгодно начинать чаще всего от чего-то общего да то есть посмотреть из какого общего направления взята тема начать с этого общего направления разум да как он влияет на ход нашей жизни и потом уже перейти могу предположить что и дальше прямо вы практически переписываете тему и развивайте дальше как мы переходим к основной части правильности такой точки зрения меня убеждают художественная литература хорошая фраза стоит запомнить давайте вспомним произведениях художественной литературы в которых раскрывается тема правильной своей точки зрения могу доказать обратившись обратимся к произведениям художественной литературы но более простой вариант за примерами давайте обратимся к произведениям художественной литературы похоже размышляя о например чувстве долга об отношении к поражению я не могу не обратиться к произведению называйте автора в котором и вот вы замечательно внутри основной части как перейти от первого аргумента ко второму можно вспомнить и другое произведение в котором тоже говорится или поднимается вопрос о том что и принципе вы повторяете опять тезис да ну лучше перефразировать можно привести другой пример в качестве второго аргумента обратимся к произведению опять же называйте автора произведения эта же тема рассматривается и произведение и как перейти к заключению какому же выводу я пришел размышляя над темой думаю надо и в заключении мне хотелось бы сказать что все приведенные на аргументы основанные на читательском опыте убеждают нас в том что хороший тоже время приведенных аргументов как мне кажется уже достаточно для того чтобы утверждать ну как я советую опять же своим ученикам как мне кажется как я думаю или как все считают эти вводные конструкции не стоит часто употреблять потому что мы не можем отвечать за все и опять как вам кажется кто-то придерется что вот а мне так не кажется то есть но старайтесь ну как я рекомендую старайтесь обходить такие фразы заканчивая рассуждение на тему нельзя не сказать что люди должны ну можно здесь перефразировать что людям стоит кто-то опять же может придраться сказать что мы никому ничего не должны обобщая сказанное хочу сказать что это наиболее простой вариант и а и обратите внимание на то чтобы заключение не повторяла вступление даже если вы теми же самыми словами написали заключение то что уже было написано во вступлении то могут это засчитать не совсем как композиционно правильно выстроено это произведение поэтому для этого есть отдельный критерий во втором видео мы это рассматривали до критерий композиционной стройности композиционной выстроенности поэтому смотрите чтобы все-таки было логично то есть во вступлении вы идете от общего переходите к вашей теме затем в аргументах доказываете что вот это именно так кто-то поступал и выводе уже даете заключение то есть из общей точки зрения и частное подчеркиваете и в этом видео я хочу вам дать первое домашнее задание чтобы все знания не остались только в этом видео у меня на бумажке чтобы вы потренировались я оставлю в описании под видео 5 тем которым напишите разные варианты вступления заключения подумайте об аргументах и напишите переход каждому аргумент то есть целое сочинение вам писать не нужно а нужно создать вот такой каркас свои варианты этих каркасов присылайте мне на почту почту я оставлю тоже в описании всем отвечу кто напишет можете присылать это в скане да то есть в от руки напишите сфотографируйте я проверю вам пришлю либо можете это напечатать на компьютере и мне прислать буду рада всем помочь всем удачи надеюсь что всю информацию я изложила понятно если какие-то вопросы есть то пишите в комментарии спасибо вам за активность на канале за подписки за лайки за просмотры и будьтесь и решу ведь я все решу пока пока